Марсоход, который в будущем полетит на Марс, может построить любой из нынешних школьников. И первый шаг для этого – луноходы, или по-английски – мунбагги. В США такие конструируют давно. Регулярно проходят гонки этих машин – мунрейсы. Курирует луноходостроение – НАСА. Ведь каждый из этих четырехколесных велосипедов может стать прототипом настоящего марсохода. Это будет марсовый ровер, который будет полностью роботизирован. Там будет большой запас воздуха и большой запас энергии. Он будет работать на двигателях, которые питаются от солнечных батарей, потому что это оптимальный источник энергии для космических полетов. Потому что наши ученые не знают, что конкретно происходит на Марсе. Мунбагги конструируют школьники и студенты. Сами создают 3D-модель и чертежи. Сами создают электронную начинку, навигацию, стабилизацию, связь с Землей, телеметрию. Сами программируют, сами снабжают, ищут спонсоров. Возникает вопрос, почему такими серьезными делами занимаются школьники и студенты? Это только проба. В будущем они станут специалистами. Те инженеры, которые работают сейчас, состарятся, когда мы полетим на Марс. Они не смогут построить марсоход. Его сделают эти студенты. За ними будущее. Марина Евгений – первая русская луноходная команда. Учатся в авиационном институте. Их Мунбагги еще не достиг совершенства. Но это уже не просто велосипед. По скорости может догнать автомобиль. Кроме того, сообщается с компьютером по специальному каналу связи. Просто это обычный скелет, который потом мы будем начинять электроникой. Чтобы наша машина могла распознавать препятствия, группироваться перед препятствием, перед ямочкой, перед кочкой и выполнять маневр, не снижая при этом скорость, чтобы первыми приехать к финишу и выиграть в этих гонках. Когда-нибудь луноход обретет и двигатели. Но чтобы продолжать, нужна команда. Марина и Евгений хотят найти единомышленников в Брянске и Калуге. Говорят, научим всему, что умеем – проектированию и программированию. Главное, чтобы ребята заинтересовались серьезно. В Россию идею луноходов привез профессор Хеккель. Он делает все, чтобы команды из разных стран общались и обменивались опытом. Мы говорим им, работайте вместе. У вас есть скайп, у вас есть имейл. Вскоре общество станет мультинациональным. Если мы сделаем интернациональные команды сейчас, мы можем не беспокоиться о нашем будущем. Космические исследования требуют того, чтобы все страны работали вместе. Луноходы – один из шагов к этому. Сегодня юные конструкторы поедут в Калугу. Нужно спешить. До следующего мунрейсинга в США осталось всего шесть месяцев. Алексей Смирнов, телеканал «Ренбрянск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова